Ну, тут сложно судить. Я не экономист. Большой это бюджет или маленький. Но я думаю, что нужно думать о наших пенсионерах, особенно о фронтовиках, которые спасли не только Советский Союз в 45-м, но и весь мир. Потому что вот мы сейчас, наша сборная сегодня как раз играет против сборной Люксембурга. Если они выиграют два матча, и у Азербайджана еще сборной, то они выйдут в финал Чемпионата мира. То есть это все тоже заслуга наших фронтовиков, пенсионеров, которые отстояли Россию. Если бы Гитлер захватил Советский Союз, он бы захватил весь мир. И вместо стадионов у нас были бы концлагеря немецкие. И мы бы работали на фашистов. А так мы будем смотреть футбол, радоваться победам сборной России. Поэтому пенсионеров нельзя обижать, не жалеть денег на это. Тем более деньги у нас есть. Я бы вообще ввел какую-то графу, чтобы олигархи отстегивали каждый год, может быть, по миллиарду долларов. Ведь деньги-то у них халявные. Они же там не у станка их заработали, не выгружали вагоны где-то на станции. Просто прихватизировали эти «Газпромы», нефтепроводы. И как в рекламе, мы сидим, а денежки идут. Деньги халявные. Поэтому они должны помогать больным детям, там, где проблемы, пенсионерам. То есть я бы их вообще обязал каждый год по миллиарду отстегивать в стране. Потому что, повторяю, деньги халявные. Жалко, что ли? Они ведь их не заработали. Так что надо помогать пенсионерам и всем достойным людям.